Корсаки – удивительные пушистые представители семейства псовых, которые состоят в близком родстве с обычными лисицами. Внешне эти животные очень похожи на рыжих красавиц, но уступают им в размерах. Корсаки – степные обитатели, которые хорошо приспособлены к жизни в засушливых и маловодных землях. Основной ареал животных – пустынная зона азиатских государств и юго-восток европейской территории. Приветствуем, с вами канал Узнавай и сегодня мы расскажем некоторые интересные факты о корсаках. Второе известное название этого животного – степная лисица. Зверь имеет неяркую окраску, в основном серого и рыжего оттенка. Взрослое животное едва достигает в длину полуметра. В зависимости от времени года, качество шерсти корсака меняется. С приходом холодов она становится более густой и длинной. Излюбленное жилище корсаков – норы, покинутые сусликами, сурками и барсуками. Самостоятельной постройкой жилища эти звери занимаются редко. Корсаки создают моногамные пары один раз и на всю жизнь. Основную опасность для этих животных в естественной среде представляют лисицы и волки, как, собственно, и для многих других степных жителей. Возможность убегать – не единственное средство для защиты жизни корсака. Завидев хищника, они могут притворяться мертвыми и, переждав, пока опасность минует, вновь ожить. Корсаки – это хищные, плотоядные животные. Они самостоятельно охотятся на мелких зверушек, а иногда довольствуются остатками пиршества волков и лис. Зимой, когда сложно найти пропитание, численность этих животных резко сокращается. Средний возраст свободного корсака не превышает 6 лет. В неволе они могут прожить в два раза дольше. Сегодня угрозу для популяции корсаков несут охотники, уничтожающие животные из-за ценной пушнины. Во многих государствах законодательно ограничена охота на них. Зверек также страдает из-за сельскохозяйственного использования степных земель. У нас на этом все. Спасибо за просмотр. Будем рады, если подпишитесь на канал, поставите лайк и нажмете на колокольчик. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!